В моих съемках участвуют разные женщины. В основном мои подписчицы, их подруги, знакомые или модели с московских подиумов. Честно говоря, я всегда стараюсь разнообразить типажи и техники применения косметики, чтобы каждая из вас периодически смогла увидеть что-то интересное для себя любимой. И сегодня тот самый случай. Кожа сухая и на мое удивление в закромах модели есть кокосовое масло. Что ж, я не против. Зимой вполне возможно, хотя и промыкнуть кожу салфеткой необходимо. Ну а далее все по классике. Плотный тон от Стеллари, но с легким цветовым реверансом от Армани. Точнее желтым корректором, так как кожа имеет теплый подтон. Само нанесение довольно таки простое. Главное равномерно перемешать продукты уже на лице. Кстати, тон хорошо перекрыл и впитал сияние масла. Это так, для заметки. Идея с высветлением кожи очень похожа. Корректор от NYX, вполне хорош для центра лица. Минимизирую нюансы, а вот для смягчения оттенка деликатной кожи под глазами, добавил тот же желтый корректор. Далее вы видите. Смешиваю и слегка обыгрываю объем в игре света и тени. Теневые маневры чуть позже. А сейчас румяна. Напоминаю, кожа сухая, так что кремовая текстура самое то. И помада от Релуи прекрасно вписывается в мою концепцию комфорта для кожи. Прорабатывая контур, уже не стану создавать теорию кремовых текстур. И воспользуюсь палеткой эстрады для завершения игры света и тени. И поскольку сухая кожа все-таки не совсем любит пудровые текстуры, выбрал очень легкую пудру от Романова Мейкап и хайлайтер от Нико Баджо. У дочки пекаря сегодня выходной, но это не отменило моего воздушного вальса пудроведа. Немного поиграю с монохромной гаммой, хотя и по всем законам цветового круга мог бы и поживо писать комплиментарно, в красном спектре. Но, как и говорил, ограничусь монохромом, точнее зеленым в цвете глаз моей модели. Есть один, но очень важный нюанс, а именно интенсивность и тон цвета. Вы же видите глаза светлые, карандаш от Романова Мейкап темный. А это, как говорят у нас на юге, две большие разницы. Думаю, мысль вы уловили. Так что после прорисовки и растушевки по контуру глаза, стараюсь визуально обыграть гравитацию верхнего века и легкой растушевкой затемнить внешний уголок. Затем, насыщенные зеленые тени от Севентин завершают мою монохромную песню. Обратите внимание, цвет теней довольно таки яркий, подложка карандашом темная. Эта комбинация создает глубину и является хорошим контрастом к светлым глазам моей модели. Ну а процесс нанесения вы видите. Это дело техники. В закромаху модели нашлись тени для бровей от Леваль. По поводу бровей не уверен, у меня есть другая идея. Но оттенить мою зеленую рапсодию вполне возможно, тем более, что матовая текстура хорошо сгладит гравитационные нюансы на веках модели. О Каяле даже и говорить не буду. Просто рисую его, карандашом от Artvisage и перехожу к бровкам. Здесь имею что сказать, точнее показать. Их физическое наличие не то чтобы под вопросом, но весьма невыразительно. И я хочу восстановить их тенями для бровей из палетки Харкорд. Сначала светлым оттенком нарисовал форму и затем темным немного усилил контраст. И чтобы убрать этот желтовато розовый подтон, те же зеленые тени будут идеальны. Они как бы охладили этот цветовой нюанс. Уверен, многие со мной согласятся, что ее величество черная тушь играет одну из важнейших ролей в макияже. Тушь от Стеллари. А вот бальзам от Невея питает чувствительную кожу губ для дальнейшего этапа. Прорисовки контура карандашом от Luxe Visage. И затем румяна. Точнее помада от Relui превращается, превращается помада в элегантный нут с повседневным лоском. Хотя и промокнуть излишки все же необходимо. Что и делаю салфеткой. К своему удивлению немного отступаю от своих же принципов. И хайлайтером от Nicobarjo хочу слегка, повторяю слегка, высветлить центр лица и создать эффект мерцания. Прошу не путать с дубайским синдромом. То есть, делаю это аккуратно и очень воздушно. И желаю вам красивой легкости в эти незабываемые праздничные дни.